Строя песочные мандалы, тибетские монахи делятся своей мудростью и рассказывают людям о своей уникальной культуре. Они разговаривают со всеми, кто приходит к ним. Их сердце и душа открыты для каждого. Глубоко уважаемый Геше, сколько вам было лет, когда вы попали первый раз в монастырь? Когда мне было 12 лет, то я решил стать монахом, поскольку видел, что мои сверстники, которые жили рядом, они стали монахами. И часто они приходили домой навещать родителей и снова ходили в монастырь. Поэтому я очень сильно упрашивал своих родителей стать монахом, чтобы они дали свое разрешение. И в итоге у меня получилось их уговорить, и я ушел в монастырь. Сейчас в Москве тибетские монахи строят мандалу из мраморного разноцветного песка. И посвящена эта мандала Будде Просветление и Мудрости. Почему именно ему? Может быть, вам лучше известно, чего нам, жителям многомиллионного мегаполиса, больше всего не хватает сейчас? Дело в том, что Манджуши является божеством мудрости, олицетворяет эту мудрость. И эта мудрость, которая присуща каждому человеку, каждому из нас. Поэтому, когда мы совершаем эту мандалу, Манджуши, даем возможность людям соприкоснуться с ней, а также усилить в себе качество этой мудрости для того, чтобы мы могли в жизни делать правильные действия и правильный выбор. Может ли мандала изменить судьбу человека? И как она влияет на судьбу человека? Дело в том, что есть понятие оставления отпечатков. И когда человек лицезреет мандалу Манджуши, то он оставляет в своем потоке сознания эти те самые отпечатки. И когда со временем они взращиваются и проявляются в виде того, что человек обретает те качества, которые он видел в виде изображения мандалы. И эта помощь будет не только в этой жизни, но и в следующей жизни отпечатки будут проявлять свою силу. Что нас всех ожидает в 2012 году? Сейчас очень много говорят об этой дате, говорят о конце света. Действительно, об этом много говорят. Много людей верят в это, даже фильмы есть, которые говорят, что в 2012 году, возможно, конец света или же катаклизмы. Но согласно нашим буддийским традициям и взглядам, поскольку мы опираемся на предсказания древних мудрецов, они очень точны, то там нет предсказания о том, что в 2012 году будет разрушение Земли. То есть это не будет конец света. А если что-то будет, то это местные какие-то небольшие катаклизмы, но не способны уничтожить Землю полностью. И поэтому считаю, что если что-то будет, как землетрясение или извержение, то это будет локального масштаба и не отразится на всех жителей Земли. Если бы действительно было бы, что наступает конец света, такие учителя, как его святейший Даллама и другие, они бы давно предупредили всех людей, тем более тех, кто является буддистами, и сказали бы, что наступает конец, и поэтому должны хорошо молиться и собирать добродетели для будущей жизни. Но поскольку этого нет, то мы можем быть спокойны. Вот как Вы считаете, в данный момент на планете Земля чего больше, добра или же все-таки зла? Дело в том, что понятие добра и зла, светлого и темного, оно опирается на те мысли, которые находятся в потоке сознания самого человека. И поскольку мы видим, что люди стали более агрессивны, более тяжелы в своих мыслях, то можно сказать, что негативных больше в этом мире. Дело в том, что люди, каждый заботится только о самом себе, и мало кто думает о других. Что ждет Россию и, в частности, Москву в будущем? Тяжело говорить, если не имеешь ясновидения, поэтому я выскажу лишь свое собственное мнение. Думаю, что в будущем более возможны мирные отношения со всеми странами, так как времена войн уже в прошлом, и человечество, скорее всего, будет развиваться в направлении мира и благополучия. Благополучное развитие страны, оно возможно лишь при дружном отношении. Когда мы помогаем друг другу, то это возможно и продвижение везде. Вы счастливый человек? У меня есть счастье в моем сознании, умиротворении. Почему? Потому что я не стремлюсь быть богатым. У меня нет желания стать повелителем или же царем, или же занимать высокое положение. У меня нет мысли о месте, или же я не имею врагов. Поэтому я спокоен, и можно сказать, что я счастлив. Процесс построения песочной мандалы Будды Мудрости и Просветления продолжался шесть дней. В самый первый день прошли ритуалы для очищения пространства, платформы, на которой будет построена песочная мандала, а также инструментов и цветного песка. С первой минуты монахи настраиваются на то, что созданное ими мандала подарит миру любовь и благословение всем живым существам. В этот же день мастера ритуала нанесут контуры песочного дворца, и затем песчинка за песчинкой будут терпеливо создавать рукотворное чудо, которое будет поражать красотой и совершенством форм. Каждый день создания мандалы монахи начинают с обертонного пения. В молитве они очищают пространство и просят благословения на продолжение сотворения песочного круга. Их низкие голоса, поразительные силы и глубины несут с собой очень мощную энергетику совершенно другого, незнакомого нам мира. Как правило, в процессе создания мандалы участвуют четыре монаха. Каждый из них отвечает за определенную работу, которая ведется равномерно и терпеливо. Песок наносится от центра к внешнему кругу. Когда-то в Древнем Тибете для построения мандалы использовали мелкие полудрагоценные камни, ведь дворец для просветленных божеств должен быть исключительно красивым, неповторимым и совершенным. Сегодня тибетские монахи используют мраморный песок, который получают вручную из мраморной крошки. Ее просеивают и окрашивают в красный, желтый, зеленый и синий цвета, а также в белый и черный. Яркий разноцветный песок сияет не хуже полудрагоценных камней. Все цвета имеют свое символическое значение. Белый цвет символизирует воду, красный — огонь, желтый — землю, зеленый — ветер и голубой — космос. Мандала недолговечна. Она живет ровно столько, сколько времени уходит на ее создание. Ее строят, чтобы получить благословение божества, и разрушают, чтобы показать, что в этом мире нет вечности и постоянства. Мандала должна быть разрушена при помощи особого ритуала. Перед разрушением монахи просят просветленных божеств вернуться в свои небесные обители. Когда божества покинут дворец, мандалу с восьми сторон надрежут специальным инструментом. Освященный ритуалами и молитвами разноцветный мраморный песок соберут в ритуальную чашу. Считается, что этот благословенный песок обладает очистительной силой. По традиции, часть песка раздадут гостям церемонии. Но этот песок не является сувениром. Скорее всего, это символ приобщения к чистоте и просветлению. Остальную часть благословенного песка монахи преподнесут в дар духам воды Москварики, чтобы мельчайшие песчинки, наполненные энергией просветленных божеств, принесли благо всему миру и, конечно же, всем москвичам.